ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осадки исключены, облака рассеются. И это наряду с теплым южным ветром повысит температурный режим. Однако в свое климатическое русло показатели пока не вернутся. Октобе плюс 19, Уральск 25 выше 0, Батарау и Октау 23 тепла. На большей части юга республики погода будет определяться влиянием фронтальной системы. Она генерирует поля облачности и локальных дождей. Среднесуточная температура немного прохладнее, чем положено по климату. Только на западе, благодаря близости антициклона, день выдастся погожим. Но температура будет скорее весенней, чем летней. В Казаларде днем 22 тепла. В Шимкенте при свете солнца плюс 26 возможен дождь. Тарас ожидают осадки и 27 выше 0. Талдыкорган получает приз как самый влажный город страны в этот день. Ливни при 22 выше 0. Помните, в горных районах Алматинской области из-за высокой влажности почвы сохраняется угроза схода оползней, а также обрушений и камнепадов. На востоке государства ожидаются самые сложные метеоусловия. Сюда нагрянет мощный циклонический вихрь, наполненный полчищами грозовых облаков, облажными дождями, экстремальное количество которых придется на Павлодарскую область. Также похолодает из-за стремительного вторжения свежих масс воздуха. Усть-Каменогорск еще держит высокую температуру 29 выше 0. Но будьте готовы к грозе. Такая же погода и в Семее. Павлодар объят громом и молниями. Температурный максимум плюс 23. Через центральный Казахстан тоже проляжет маршрут холодного атмосферного фронта. Он как торт украшен белоснежной грядой кучево-дождевых облаков. На этом сходство со сладостями заканчивается. Погоду не сделают приятное шквалистое усиление ветра и ощутимое понижение температурного фона. В Росказгане в течение дня всего 18 тепла, дождь. К Араганду также ждут осадки и всего 15 выше 0. В народном календаре 30 мая день, когда ветра свистят. Народившаяся в дождливую погоду луна к мокрому лету. А если еще дует северный ветер, к лету холодному. А луна, между тем, действительно растущая. Для Алматы народная примета звучит не очень оптимистично. Гроза, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Температура ночью плюс 16, днем 23. В столице тоже осадки. Дождь, гроза, ветер юго-восточный с порывами до 17 метров в секунду. На термометрах ночью плюс 12, днем плюс 16. Вечером похолодание. Дожди охватили почти всю страну. Благо, вода с небес не представляет опасности. А ведь и такое бывает. Например, кислотный дождь. Это осадки, при которых наблюдается понижение pH из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами, обычно серой и азота. Впервые термин введен в 19 веке. И сегодня никто не сомневается, что кислотные дожди – одна из причин гибели растительности. Кроме того, кислотные дожди разрушают здания и памятники. Трубопроводы понижают плодородие почвы и чистоту пресной воды. Экономические потери от кислотных дождей, например, на восточном побережье США, составляют ежегодно 13 миллионов долларов. Единственный способ изменить ситуацию – уменьшить количество вредных выбросов атмосферу. Это была метеорологическая служба телеканала Хабар 24. Хорошей погоды!